Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы вновь рады приветствовать вас на информационном канале Инстафорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Сегодня нефтяные котировки демонстрируют разнонаправленную динамику. Североморский эталон пытается скорректироваться после недавнего падения, в то время как североамериканская нефть пребывает на максимумах. Черное золото марки Brent торгуется ниже 75 долларов за баррель после роста на прошлой торговой неделе. Снижение котировок сырья произошло после оглашения итогов заседания стран-участниц Пакта ОПЕК+. Крупные нефтепроизводители поддержали инициативу Саудовской Аравии и договорились увеличить объем добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Эксперты отметили, что данное решение создаст лишь незначительный избыток нефти на рынке. Однако и этого аргумента для нефтетрейдеров достаточно, чтобы приступить к продаже фьючерсов на нефть. Тем временем, котировка цен на нефть марки WTI удерживается на максимальных позициях, пребывая вблизи уровня 69 долларов за баррель. Основную поддержку сланцевой нефти оказали пятничные данные от Baker Hughes, которые впервые за долгое время указали на сокращение числа действующих нефтяных установок на территории США на 1 единицу до 862. Несмотря на это, эксперты прогнозируют продолжение увеличения добычи сланцевой нефти. Однако участники рынка предпочитают дождаться официальных данных, которые будут опубликованы в среду Управлением энергетической информации. Инвесторы пока не обращают внимания на заявления представителей ОПЕК о том, что ситуация на рынке под контролем. Североморский талон будет продолжать оставаться под давлением, в то время как нефть марки WTI ожидает публикацию данных по недельным запасам сырья в стране. Продолжение следует...